Возмущены состоянием детской площадки, жители сразу трёх домов по улице Нижняя Дуброва вышли на стихийный исход. Претензии людей к этой прилегающей территории. Кругом всё поросло высокой травой, хотя здесь, по идее, должны гулять дети. Раньше на этом месте была полноценная детская площадка, а теперь от неё остались лишь песочница, турник и скамейки. Это что такое? Это дебри, дети здесь запутаются. Во-вторых, ничего нет. Нет никаких качелей, ничего. И куда они придут, дети? Только сидят вон там на лавочке пьяные мужики. Я являюсь бабушкой четырёх внуков, и поэтому для меня функциональность этой площадки очень важна. В таком состоянии, в каком она сейчас находится, я боюсь даже с детьми сюда прийти. Народный гнев по поводу состояния детской площадки устремился в адрес местных управляющих компаний. Дом номер 22 обслуживает муниципальное казённое предприятие ЖКХ. Некоторые собственники квартир посчитали, что именно управленцы запустили эту территорию. И на МКП ЖКХ якобы местные жители даже пожаловались в надзорные органы. Обращался я в прокуратуру. Куда только не обращался, что эта компания недостойна обслуживания. Её надо снять с лицензии. Лицензии снять с этой компании. Это беспредел. Вот только никаких доказательств, своих обращений и возможных ответов от надзорных органов этот мужчина нам предоставить не смог. Зато на место приехали представители МКП ЖКХ. Зам. директора организации разводит руками. Эта территория вообще не придомовая. Вот этой территории, на которой расположена детская площадка, эта территория, к придомовой территории дома номер 22 по Ниждоброву, не имеет никакого отношения. Это территория общего пользования, муниципальная. Но жители в возрасте, по всей видимости, с тоской вспоминают советские времена, когда всё было общим. Современные реалии, в которых есть и частная территория, и муниципальная, принимать, похоже, некоторые жители не хотят. Но она всегда была нашей общей, а теперь она не наша стала. Фашисты, что ли, отняли у нас? В конце концов. Вы что дурищик несёте? Говорят, муниципальная земля. Ну, муниципальная. Мало чего говорят. А говорят, вон там коров дают. Говорят они. Она всю жизнь была этих домов, площадкой. Дети здесь играли. Всё. Я теннисный стол здесь ставил. Волейбольная площадка была. Играли в теннис. Теперь чёрт чего. В марте 18-го старую детскую площадку на этом месте демонтировали. Игровые элементы пришли в негодность и представляли уже опасность для детей. Кто-то из жителей обратился в мэрию. Специалисты МКУ благоустройства убрали старые деревянные конструкции. Ну, а новую игровую площадку ставить, по всей видимости, не торопятся. Жители не понимают, почему. Администрации города жалко для детей наших площадку поставить. Или она должна стоять одна в центре города, чтобы мы отсюда поехали туда поиграть? Вот с такими маленькими детками. Я думаю, что администрации города не жалко здесь поставить площадку. Поставьте хорошую площадку. Пусть из других дворов дети приходят здесь играть. Но они играть будут здесь все вместе. Вот здесь, на одном месте. Заметим, что среди местных жителей мы не нашли ни одного человека, который действительно обращался в мэрию по поводу детской площадки. Обратились мы с письменным запросом, пока ответа не было. При этом некоторые местные жители готовы скинуться и за свой счет поставить здесь новую площадку. Если, конечно, в администрации города не против. Решить это надо на общем собрании жителей всех трех домов. Но договориться никак не получается. Хотя жители двух домов, которые обслуживают управкомпании «Люкс», вроде бы согласны потратить на площадку собственные деньги. Собственники 24-го дома и 20-го, в принципе, заявили желание о том, чтобы данная площадка была либо отремонтирована, либо установлена. Но при одном из условий, что так как эта площадка находится на территории, граничившейся с тремя домами, чтобы участвовали в равных долях все прилегающие дома. Вот только жители третьего по счету дома, со слов директора «Люкса», вкладывать свои деньги в общую площадку почему-то не хотят. Может, ждут, когда кто-нибудь это сделает за них. Никита Королев, Александр Мажаров, 6 канал.